На портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Вопросы бывают простые, бывают неинтересные, бывают сложные, а бывают совсем непростые и очень сложные. Особенно, если они носят практический характер или, наоборот, совсем теоретический, требующий просто богословского размышления. Вот сегодня у нас такой вопрос. Совместная жизнь без штампа в паспорте всегда ли является блудом, даже если люди не изменяют друг другу? Почему я говорю, что вопрос этот не простой? Потому что здесь стоит такое замечательное наречие «Всегда ли является грехом?» Простой ответ, и мы могли бы закончить наш сегодняшний эфир. Нет, не всегда. Расходимся. Если мы решаем, что мы не расходимся, тогда потребуется некоторое объяснение. Совсем недавно, каких-то 200 лет назад, никаких штампов в паспорте не было и в помине. И поэтому это не значит, что все люди, жившие вместе и рожавшие детей, жили в блуде. Для православных христиан, например, несмотря на то, что не было никаких паспортов, таким свидетельством о их брачной, а не блудной жизни являлось таинство венчания в церкви. Но надо честно признать, что и таинство венчания в церкви появилось достаточно поздно, и по некоторым сведениям до XI века оно не было распространено повсеместно. То есть это таинство древнее, таинство известное церкви с древнейших времен, но при этом в какие-то, например, эпохи не венчали рабов. Значит ли это, что все рабы жили блудно? Нет, не значит. В какие-то эпохи не совершалось венчание над простыми людьми. Это могли уже быть не рабы, но, например, венчались только лица определенных сословий. Люди более простых сословий, они не венчались. И уж тем более у них не было никакого штампа в паспорте. Например, очень важный канонический документ рубежа I и II тысячелетий, алфавитная синтагма Матфея Властаря, так определяет, что такое брак. Брак есть мужа и жены союз и общей жребии на всю жизнь, общение божественного и человеческого права. Заключается ли он посредством благословения или посредством венчания или посредством договора? То есть в православной, восточной Римской империи, в Византии брак мог быть заключен, как пишет Властарь, тремя способами – благословение, венчание или договор. Но здесь есть очень важное определение, чем является брак. «Союз мужа и жены и общей жребий на всю жизнь, общение божественного и человеческого права». Поэтому, если вы, например, живете вдвоем на необитаемом острове, где кроме вашего взаимного договора нет никакого человеческого права, то вам необходимо просто договориться между собой, что вы теперь муж и жена на всю жизнь. И вот это важнейшая характеристика, без которой точно никогда и нигде ваше сожительство не будет браком. Если вы не обещаете друг другу любовь и верность даже до гроба. Если вы находитесь вдвоем на необитаемом острове, и вы атеисты, то вы можете, следуя определению Матфея Властаря, вступить в брак, договорившись об этом и пообещав друг другу любовь и верность до гроба. Если же на этом острове есть третий человек, то, следуя определению Матфея Властаря, вы должны поставить его в известность о том, что вы теперь муж и жена, и чтобы он не мог претендовать на одного из вас. Если там существует какое-то человеческое право в виде племенного союза или какого-то государственного образования, вы должны, следуя определению алфавитной синтагмы, каким-то образом с точки зрения человеческого права свой брак зарегистрировать. В наше время регулирование брачных союзов с точки зрения человеческого права является регистрация ваша в ЗАГСе. Поэтому, если союз мужчины и женщины не зарегистрирован в наше время в ЗАГСе без каких-то сверхуважительных причин, о которых даже говорить сейчас не имеет смысла, например, супруг или супруга является разведчиком под прикрытием или еще какими-нибудь совершенно экзотическими случаями, которые, опять-таки, находятся в ведении епископа, то можно сказать, что в общем случае сожительство без штампов в паспорте является, не может быть, церковью признано браком, что, собственно, отражено в современных канонических документах, как в социальной концепции, так и в поздних документах, к которым я вас могу тоже перенаправить о браке. Там все подробным образом расписано. Если вы человек верующий, муж и жена, оба верующие люди, то, естественно, на них распространяется, как пишет Матфей Властарий, и божественное право. То ваш брак должен быть в церкви обвенчан. И поэтому, если два христианина по той или иной причине не венчают свой брак, то мы тоже не можем считать их брак полноценным, даже если он зарегистрирован в ЗАГСе. Мы, наверное, уже не назовем подобное сожительство блудным, если люди дали друг другу обещание любви и верности даже до гроба и зарегистрировали свой брак в ЗАГСе. Но у нас, естественным образом, у нас, я имею в виду, церковь, возникает вопрос, а почему вы не обвенчались? Что препятствует вашему венчанию? Это важный вопрос, на который люди должны сами для себя в первую очередь ответить. И окажется, что либо такие препятствия действительно существуют, и тогда брак уже не совсем брак. Например, некоторые люди считают, что венчаться можно только в том случае, если это точно на всю жизнь. А вот штамп в паспорте можно поставить и после этого развестись. И мы видим, что вот если такое отношение к венчанию и к штампу, то мы не можем признать такое сожительство браком, поскольку, еще раз могу процитировать, общие жребии на всю жизнь. То есть, обещание любви и верности является главным, существенным и сущностным признаком наличия или отсутствия брака. И поэтому для православных людей, кроме штампа в паспорте, регистрации в ЗАГСе, обязательным является и венчание брака в церкви. Ну, в ближайшее время после того, как люди расписались, зарегистрировали свой брак. Хотя я знаю многие семьи, которые к регистрации относятся именно как к регистрации, не как к какому-то торжественному делу. Ну, например, точно так же, как к получению свидетельства о рождении ребенка. Знаете, ребенок родился, и это праздник. И потом день рождения мы празднуем. Ну, а потом между делом, я даже не помню, когда сходили в ЗАГС, получили свидетельство о рождении, также могут православные христиане относиться и к штампу в паспорте. Ну, а можно из этого сделать какое-то веселое мероприятие. Как, например, к выписке из роддома приезжают родственники, одевают какие-то костюмы, покупают шарики, дарятся цветы, соответственно, устраивается какая-то обрядность. Но понятно, что все равно это посвящено рождению, а не самому факту выписки из роддома. Так и здесь. Поэтому мы видим, что да, не всегда и не во все времена совместная жизнь без штампа в паспорте являлась блудом. Но в наше время для православного христианина совместная жизнь без штампа в паспорте и без таинства венчания таковым, скорее всего, будет являться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.